привет есть такой вопрос что происходит вообще с нашим миром с течением времени и нет ли такого момента что время ускоряется потому что действительности если мы посмотрим на то что происходит складывается впечатление что то что раньше занимала тысячу лет сегодня занимает может быть даже несколько дней не может ли быть такого что все ускоряется что материальный мир меняется и что в нем что-то происходит попробуем разобраться в этом когда творец создал мир он заложил в мире все то что мы называем законами физики какими-то принципами которые для нас выглядят неизменными и в действительности творец так и захотел так и хотел чтобы весь мир существовал по определенным правилам поэтому говорится что творец создал мир качеством строгости ограничения то есть в мире в материальном мире все ограничено ограничено размерами ограничено свойствами способностями ограничено временем существования как каждая вещь в отдельности так и вообще весь мир целиком говорится что мир был создан на 7 тысячелетий. Получается, что любая вещь и время в том числе, оно тоже ограничено, и время идет с определенным ходом, как бы. То есть, есть определенный ход времени, он не становится быстрее и медленнее сам по себе. Также, как мы видим, что сила тяжести не меняется, не меняются наши способности. Человек остается таким же, все в мире остается таким, как мы это видим. Мы не будем сейчас разбираться с тем, что же тогда произошло в шесть дней творения, как бы, что, может быть, те процессы, которые происходили, они происходили быстрее. Есть очень интересные на эту тему измышления. Поговорим об этом в другой раз. То, что мы видим в нашей реальности, это то, что всего есть границы. Как же тогда получается, что нам кажется порой, что какие-то вещи идут быстрее, какие-то медленнее. Иногда материальные вещи ведут себя одним образом, просто потому, что это действительно выглядит по-другому. Чтобы немножко приоткрыть эту завесу, мы посмотрим на это совершенно под другим углом, чем мы привыкли на это смотреть. Во-первых, нужно принять во внимание такой момент, что изначально весь мир был создан не для того, чтобы быть таким, как мы его видим. И то, что мы видим материальный мир таковым, это, можно сказать, некая иллюзия. Несмотря на то, что все эти вещи, они действительно есть, они материальны, они существуют. И наш мир — это не какая-то трехмерная модель, которая находится у кого-то в голове или что-то подобное. Есть один материальный мир, он существует, и все вещи в нем вещественные. Это не пустые оболочки. И когда мы закрываем глаза, весь мир не исчезает. Мир существует на самом деле. Но при всем при этом, в потенциале мира, в его истинную идею, ради чего он был создан, заложена истинная цель творения, что Творец хотел раскрыться в материальном мире. Что из этого следует? Из этого следует такой момент, что материальность этого мира, время, пространство, материя, все эти вещи не в состоянии по-настоящему скрывать присутствие Творца. То есть они были сделаны так, чтобы выглядеть существующими сами по себе, чтобы человеку была свобода выбора, чтобы человек, находясь в этом мире, его выбор идти в сторону Всевышнего или в сторону своих собственных каких-то идеалов или желаний, чтобы этот выбор был по-настоящему свободным. Для этого Творец полностью сокрыл себя в материальном мире. И нет никакого как бы проявления, в котором мы могли бы ткнуть пальцем и сказать, о, вот это Бог, и никак по-другому это объяснить нельзя. Все, что мы видим в материальном мире, даже те чудеса, которые происходили, явно выходящие за рамки природы, все равно у человека сохранялась возможность каким-либо образом объяснить это с точки зрения науки, с точки зрения чего угодно. То же самое можно объяснить этим то, почему сейчас не происходит каких-то явных чудес, выходящих за рамки природы, потому что, на самом деле, для большинства людей это даже не было бы чудом. Человек объяснял бы это как угодно. Все смотрели фильмы, все видели, насколько невероятными могут быть современные спецэффекты, и не только в кино с помощью трехмерной графики, но и в реальности можно сымитировать огромное количество вещей, вплоть до невероятных чудес. Поэтому для современного человека чудо, которое бы сделал ему Творец, оно бы выглядело, ну, чем-то совершенно, может быть, обыденным. Да, это удивительно, это невероятно классный трюк. То, что чудеса происходят, это все равно сохраняется, просто они происходят в рамках материальности, когда все так удачно складывается невероятным образом. Но это тоже отдельная тема. По сути, все, что в мире есть, оно не способно по-настоящему скрывать присутствие Творца. И в реальности были такие проявления этому, как, например, то, что происходило в пустыне, это то, что был ман, то, что в храме в святая святых ковчег со скрижалями не занимал места. Есть такой интересный момент, что если померить размер святая святых и померить ковчег, у них были свои размеры. То есть был размер комнаты святая святых, был размер ковчега, но если померить от ковчега налево и от ковчега направо, потом сложить эти расстояния, получилось бы, что он не занимает там места. То есть там было какое-то некое искривление пространства, как угодно можно это называть, но суть в том, что святость в этом месте, она раскрывалась каким-то удивительным образом. Или тот момент, что когда приходили люди в храм во время трех праздников на Песах, Шивот и Сукот, собирался весь народ в храме, и был определенный момент, когда нужно было поклониться вниз, и несмотря на то, что люди стояли очень плотно в храмовом дворе, тем не менее, когда все начинали кланяться вниз, понятно, что человек, когда он стоит и когда он падает на пол, это занимает немножко разное место. Тем не менее, говорится, что всем хватало места. То есть пространство храма, оно не мешало человеку выполнить свою задачу. То же самое можно сказать и про вопрос по поводу времени, что время тоже, как часть материального мира, не в состоянии по-настоящему мешать человеку выполнять свои задачи. Понятно, что, наверное, большинство людей этого не так ощущают, это не так замечают, это. Но несмотря на это, на самом деле это так. И если человек по-настоящему идет с целью выполнить желание Всевышнего, по-настоящему материальный мир ему не может мешать. Как мы это видим на примере всяких историй про различных праведников, например, Большинтова, когда иногда путь из одного города в другой занимал вместо недели несколько дней или несколько минут. Почему так было? Потому что когда человек находится на такой тесной связи со Всевышним, что он настолько слился с ним, что все, что он делает сейчас, это выражение воли Творца, тогда материальный мир человеку по-настоящему мешать не может. То же самое и со временем, и с пространством. Даже если мы не видим такие вещи в нашей жизни постоянно, хотя мы постоянно замечаем, что иногда материальность растягивается, сжимается и время тоже. Иногда нам кажется, что мы ждем чего-то очень долго, иногда наоборот что-то очень быстро происходит. Порой бывает так, что за один день ты не успеваешь сделать вообще ничего, а порой ты успеваешь за один день сделать такое количество дел, которые, в принципе, если посмотреть технически, даже расписать по времени было бы сложно, как это могло уместиться в один день. Тем не менее, мы, наверное, не обращаем на это внимание постоянно, просто в общем мы видим, что время сжимается в наших глазах, то есть мы видим, что сейчас с большой скоростью меняется поколение, меняются какие-то достаточно основные, основные вещи в мире, то есть уже на нашей памяти появились какие-то технологии, которые перевернули мир и они уже ушли и про них уже современные дети даже, может быть, не помнят, хотя еще на нашей памяти они только-только появились. Раньше такие изменения занимали десятки, сотни, иногда даже тысячи лет. Все это связано как раз вот с этой идеей того, что материальный мир, он только скрывает присутствие Бога, но на самом деле это как бы только иллюзия, сокрытие Бога, это иллюзия. И суть материального мира в том, чтобы по-настоящему стать пригодным сосудом для раскрытия божественности. Если бы это не было так, то тогда нельзя было бы сказать, что в этом заключается работа человека. То есть если бы творец не заложил в материальный мир, в потенциале эту возможность, то откуда бы возникла такая идея, что это вообще можно сделать? Как это технически было бы возможно? То, что происходит с миром, это часть процесса того, что человек был создан для того, чтобы сделать в этом мире, что называется, жилищем для Творца, место, где Всевышний сможет раскрыться по-настоящему. Несмотря на то, что это ограниченный материальный мир, тем не менее он станет сосудом для божественности. И понятно, что несмотря на то, что все время результаты нашей работы остаются скрыты для нас, иначе свобода выбора сильно бы закончилась. То есть если бы мы увидели, насколько работа человека раскрывает Творца в этом мире, то последующим поколениям уже нечего было бы делать. Но мир бы при этом не достиг того состояния, которое Всевышний от него по-настоящему хочет, чтобы по-настоящему даже самую-самую грубую материю поднять до уровня святости. Поэтому это остается сокрытым. Тем не менее, мир все равно меняется, так или иначе. И поэтому в мире начинают раскрываться те вещи, которые показывают нам, что мир все больше и больше становится, хотя бы, может быть, это сокрыто прямо перед глазами, но мы видим, что по сути это действительно становится таковым, что раскрываются те принципы, которые показывают на раскрытие Творца в этом мире. Например, в мире перестает занимать такое значение количество и начинает иметь значение больше качества. Сейчас неважно, сколько человек будут работать над какой-то вещью. Главное, насколько они обеспечены техническими средствами, насколько они квалифицированы для своей работы. В принципе, если идти дальше в сторону автоматизации, есть предприятия, которые, если раньше там работали сотни человек, то теперь достаточно одного-двух техников, которые просто следят за тем, что все нормально. И там нескольких ремонтных бригад, которые могут обслуживать даже несколько предприятий, где представлено оборудование, которое они в состоянии проводить его профилактику и ремонтировать. То есть важно уже не то, сколько у тебя есть людей, сколько у тебя есть физической силы, а важно, что это по сути. Также как связь. Раньше для того, чтобы обеспечить охват связью какую-то большую территорию, нужно было колоссальное количество живой силы. Нужны были лошади, нужны были люди, чтобы гонцы туда-сюда ездили, были почтовые станции, где люди могли поменять лошадей, чтобы быстрее куда-то доехать, с появлением современных технологий, там даже хотя бы телеграфа, в дальнейшем радиосвязи и прочее. Мир получил колоссальный охват, мы сейчас можем связаться с любой точкой мира, но при этом всем этим занимается какое-то маленькое количество людей. И то время, которое раньше требовалось на то, чтобы донести какое-то сообщение до другой точки земли, например, из России в Америку, это могло занимать месяцы. Сейчас это занимает доли секунды. Я могу позвонить кому угодно, если знаю кому звонить. Это все занимает очень мало времени. Это все является следствием того, что вот понятие материальности, этой грубости, оно истончается. То есть так же, как суть работы человека, она заключается не в том, сколько всего ты сделаешь. Ты вот этим сколько Богу ничего по сути дать не можешь. Нет разницы, сколько человек будет молиться, если его молитва это просто он как газету читает слова. Суть, что он вкладывает в это. То же самое, как говорит царь Давид Таилим, там есть такое выражение, зачем мне ваши бараны и овцы в качестве жертвоприношения, если все овцы и бараны в мире мне принадлежат изначально. В чем суть? Суть не в том количестве, которое человек может дать, а суть в том, что он может в это вложить. И поскольку человечество все-таки, можно сказать, справляется со своей задачей, может быть не так, как изначально Творец хотел бы и ожидал от нас, как от его любимых детей, что мы должны были больше стараться. Тем не менее, этот процесс идет. И поэтому мир все-таки меняется. И поэтому качество времени тоже меняется. Поэтому во времени начинает умещаться больше вещей. Несмотря на то, что ход времени остается таким же, тем не менее, нам действительно кажется, и может быть так это на самом деле и есть, что в одно и то же промежуток времени умещается намного больше вещей. Во многом это происходит благодаря всем тем удивительным вещам, которые у нас есть для того, чтобы как раз это время все эти дела сжать до минимума, чтобы это не занимало нисколько времени. Но и по сути тоже ситуация меняется. Будем надеяться, что все-таки мы закончим нашу работу в скорости в наше время и придет на шеях. И тогда действительно материальность полностью перестанет от нас скрывать присутствие Бога. И тогда мы удостоимся той награды, которую мы заслужили за все время работы человека на этой земле. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...